Нарколаборатория в квартире. В Махачкале задержан мужчина, занимавшийся выращиванием и продажей марихуаны. Грядет вторая волна коронавируса. Может ли рост заболеваемости стать причиной продления карантина в дагестанских школах? Узнаем сегодня. Дагестанские спасатели нашли тела утонувших в реке Сулак. Напомним, 24 августа около села Кильбах Кизлюртовского района перевернулось маломерное судно. Погибли мужчина, женщина и их 14-летняя дочь. В поисках тел были задействованы спасатели и местное население. Спустя двое суток тело мужчины было найдено перед родственником и буквально вчера в четверг в районе с 10 до 11 дня было найдено тело женщины и ее дочери. Следствием этой трагедии послужило естественно, что маломерное судно не было зарегистрировано, не было прав на управление, также не было спасательных жилетов. Также это судно предназначалось на пассажире вместимость два человека, не более, это включая владельца маломерных судна, самих людей, которые отдыхают и любят отдыхать на плавсредствах. Ни в коем случае не выходить в открытый водоем на плавсредствах без спасательных жилетов. Вот эта трагедия наглядный тому пример. Любое маломерное судно, оно должно быть зарегистрировано в установленном порядке. Также у владельца маломерного судна должно быть права на управление маломерным судном и также любое плавсредство по количеству пассажиров вместимости должно быть укомплектовано спасательными жилетами. Владельцу катера, сумевшему спастись в тот злополучный день, теперь предстоит суд. В его отношении следственные органы возбудили уголовное дело. По версии следствия, подозреваемый вышел в акваторию реки с пассажирами, не имея удостоверения на управление судном, не провел инструктаж по правилам безопасности пассажиров и не обеспечил их спасательными средствами. Житель Махачкалы оборудовал лабораторию для выращивания марихуаны в съемной квартире. Обнаружили ее оперативники в ходе обыска. Как выяснилось, 36-летний мужчина самостоятельно установил в помещении автоматические датчики для слежки за тепловым и световым режимами, обеспечил полив растений строго по расписанию и обрабатывал почву специальными удобрениями. Всего в квартире обнаружено 37 кустов конопли и более 440 грамм готового к продаже наркотика. Мужчину доставили в отдел полиции, где он рассказал, что уже около года занимается выращиванием и продажей наркотиков через интернет. Для чего сажали? Для дальнейшего распространения. Как давно вы занимаетесь посадкой распространения? Где-то около года. Каким способом вы ее распространяли? Через телеграмм, подмагазинем, халавал. Сами распространяли? Да, сам. Каким способом производили оплату? Безконтактная оплата была через эти не пошли. Ожидать второй волны коронавируса или нет – вопрос, который сегодня актуален как никогда. В преддверии 1 сентября этим особенно обеспокоены родители школьников. Масса сообщений от так называемых экспертов в WhatsApp ставит под сомнение учебу в традиционном формате. Поэтому многие недоумевают покупать ли школьную форму и канцелярские принадлежности. Хаджи Жакурбанова расскажет о том, каким планирует быть новый учебный год. Вы уже закупили школьную форму? Школьную форму пока нет, мы в сомнении. Какие у вас сомнения? Ну, будет ли школа вообще онлайн будет или пойдут? У меня первый класс, внук. Так что я даже не знаю, пойдет он в школу, не пойдет. Может быть, закроет, опять будет дистанционно. Это волнует, конечно, очень тяжело. Очень тяжело заниматься. Лучше, конечно, где дети обучиться рядом с учителями, наверное. Одни утверждали, что не будет, другие, как же, по-другому. Но я все равно уже сделала покупки, купила все, что надо. Школу за парту или дома на дистанционке – вот в чем вопрос. У дагестанских родителей масса сомнений. Многие не купили школьную форму детям, потому что не уверены, что после 20 сентября она пригодится, а двери школ вновь не закроются. Ведь именно это пророчи словаохотливые эксперты в социальных сетях. В Роспотребнадзоре, уполномоченном ведомстве, выдающем право на работу тем или иным организациям, такой вариант развития событий не исключают. Учитывая, что патогенез новой коронавирусной инфекции в полной мере не изучен, делать какие-либо прогнозы о развитии эпидемиологической ситуации затруднительно. Вместе с тем, осенне-зимний период ежегодно в республике характеризуется сезонным подъемом заболеваемости, респираторными инфекциями и гриппом. Так как новая коронавирусная инфекция также относится к группе респираторных заболеваний, соответственно, сохранятся риски для эпидемиологического роста заболеваемости COVID-19. Школы будут работать, но как именно будут определять на местах? Распорядок дня, пропускной режим и правила рассадки учащихся разрабатываются исходя из возможности, вместимости помещений и количества обучающихся. К примеру, в республиканском центре образования, самой большой на Северном Кавказе школе, целых пять входов, откуда дети будут заходить на уроки. Всего здесь учатся около полутора тысяч школьников. В нашем учреждении будут функционировать пять выходов. То есть с каждого входа и выхода будут заходить определенные параллели. Первоклассники зайдут вообще через отдельный выход, потому что они пока привыкают, у них адаптация. На каждом входе утром будет проводиться бесконтактная термометрия. Ребята теперь будут учиться в своем классном кабинете. Деление, как бы, выходят они из кабинета только на те предметы, которые требуют лабораторной работы, химические реакции. Благодаря просторным кабинетам в РЦО возможно рассадить учеников так, чтобы была соблюдена социальная дистанция полтора метра. Но объективности ради стоит заметить, что такие условия может позволить себе не каждая школа в республике. Махачкалинская СОЖ номер 16 значительно уступает РЦО по масштабам. Вход здесь всего один. Школьники будут учиться в две смены и без социальной дистанции в полтора метра. Но это не является обязательным условием Роспотребнадзора. Главное, считает директор, не пропустить заразу в школу. Наша основная цель, чтобы больной ребенок не попал в школу. И второе, что для нас на сегодня особо важно, чтобы, если кто-то переносчик окажется в школе, чтобы он кого-нибудь не заразил, хотя сам не болеет. То есть все вот те средства, которые вы видите здесь на столе, они будут на каждом столе, в каждом учебном помещении. Главное опасение всех родителей – возвращение к дистанционке. Все это как страшный сон для тех, у кого семье, детей несколько, а телефон всего один. Да и многие учителя считают, что это не самый эффективный формат обучения. Впрочем, как сложится новый учебный год, покажет только время. Ну а пока школы демонстрируют свою полную готовность к первому сентября. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. С прошлого года в Дагестане по инициативе главы республики реализуется проект «Мой Дагестан. Моя вода». Благодаря чему качественной питьевой водой уже обеспечены десятки муниципалитетов республики. В этом году ведется ремонт и строительство еще 70 объектов водоснабжения. На трех из них в Хосевертовском районе побывал и наш корреспондент Хамзанур Магомедов. Это питьевая вода из артезианской скважины, которую пробурили в селе Баматюрт Хосевертовского района. Работы по этому объекту сдали в срок в декабре прошлого года. И вода начала поступать в дома сельских жителей в достаточном объеме. Однако теперь появилась другая проблема. На данный момент самая острая ситуация – это с качеством воды. Внутрисельские сеты у нас загрязненные. Они загрязненные давным-давно, начиная с 2000-х годов. Учитывая, что вода чистая на этих скважинах, и она проходит бактерицидную очистку. Но попадая в непосредственно внутрисельские линии, она все равно становится загрязненная. Воду добыли, но проблема с качеством ее подачи в дома у большинства сельчан осталась. Глава Баматюрта обещает решить вопрос и заменить старые трубы в ближайшее время. Мы подготовим и в дальнейшем будем работать с администрацией, с правительством, с депутатами. Как положено, постараемся решить эту проблему. Мы обращались раньше и везде писали. Но сейчас с приходом Васильева, это все наоборот, все программы, раньше же не было никаких программ. Вот сейчас нас слышат. Тем не менее, работы по замене ветхих внутрисельских труб в лучшем случае начнутся не раньше следующего года. Помочь собрать все необходимые документы для этого обещает селянам и районная администрация. На 2021 год данное поселение будет заявляться на реконструкцию сетей. Вся исходная разрешительная документация, которую нужно будет подготовить совместно с главой администрации данного поселения и районной администрации, будет подготовлена. Чтобы войти в программу, республиканскую программу, чтобы войти уже полным пакетом документов. Тем, чьи дома расположены ближе к скважинам, повезло больше. Мы увидели, как питьевая вода поступает в один из таких домов. Она чистая и на вкус высокого качества. «Благодаря главе республики Васильеву мы получили сегодня воду, чистую воду, как слеза. Такого не было в течение 20 лет у нас такой воды в общей селе. Была полнейшая, можно сказать, засуха насчет воды. И он помог нам провести полевую воду тоже нам сюда. Сулакскую воду провели благодаря районной администрации, благодаря жамаату села, благодаря главе администрации села. И мы сегодня, алхамдулиллах, получили вот такую воду». Соседнее село Солнечное также попало в проект «Мой Дагестан, моя вода». В этом униципалитете живет около 6 тысяч человек. Воды нет больше, чем у половины населения. «Мы сегодня, до сегодняшнего дня, мы покупаем воду за тысячи рублей частично. Это, ну, 10 дней, 15 дней, потому что она хватала, это не хватает, потому что большая семья, и воды действительно не хватает. И нам приходилось покупать, то есть 2-3, это частично, месяц, это, представляете, вот, 3 тысячи рублей только за воду даешь ты. А за другие эти услуги тоже надо же давать, за газ надо давать, свет надо давать. А то, что ты зарабатываешь, все это на коммуналку идет». «В любой двор пойти, или на улице колодец, или во дворе колодец. Нормальные люди и мыться не могут, и пользоваться, не у каждого деньги, и покупать тоже каждый раз. Одна емкость, эта машина, где 4 тонны, она на неделю примерно хватает. Но не у всех же финансовых тоже могут». В прошлом году здесь началось бурение двух артезианских скважин. Первую уже завершили, на втором объекте, который мы посетили, еще продолжаются работы. «В последние дни мы прошли за неделю 100 метров». «Ну, это нормально». Глубина скважины по проекту составляет 1100 метров. До завершения осталось 65. Долгожданную воду сельчанам обещают подать уже в этом году. «Мы сейчас делаем подъем инструмента, надо менять долг внизу, потому что чуть-чуть, черный грунт внизу. И сейчас дней 12-15 мы закончим бурить до конца. Потом будет обсадка труб, сементация вокруг этих труб. И в течение месяца мы эту работу, наверное, закончим. Но после этого будет ограждение. Вы видели, там мы трубы положили уже. Осталось соединить до скважины и трубопроводы. В течение полтора, ну максимум двух месяцев мы планируем полностью завершить и уйти отсюда». По Савертовскому районе обеспечить население питьевой водой планируют и селение Эндереи. На сегодняшний день готовится проектно-сметная документация для передачи ее на государственную экспертизу. «Конечно, этот объект у нас вызывает некое опасение, потому что мы не знаем, как быстро пройдет госэкспертизу данный объект. Плюс, когда он выйдет на аукцион, неизвестно, как будут себя вести жалобщики, подрядчики, которые будут участвовать на аукционе. Будут ли жалобы какие-то в офас или еще что-то, которое будет затягивать сроки подписания аукциона. Ну, будем надеяться, что все пройдет гладко и уже в октябре месяце приступят к строительно-монтажным работам». Инициированный главой Дагестана Владимиром Васильевым проект по обеспечению жителей республики качественной водой реализуется за счет республиканского бюджета. Время покажет, позволит ли он полностью улучшить ситуацию с водоснабжением в регионе, как утверждают ныне представители органов исполнительной власти. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бихбарзов, телеканал ННТ, Хасыртовский район. Дагестан получил государственный оборонный заказ на 4,9 млрд рублей. Дополнительные средства выделены Каспийскому заводу «Дагдизель» и концерну «Кэмс» в Кизляре. Министр промышленности и торговли Дагестана Батыр Имеев сообщил, что промышленность республики за 6 месяцев текущего года продемонстрировала стабильный рост. Этого сумели добиться за счет производства продукции широкого гражданского назначения. Более того, благодаря этому в данной сфере создано более 600 рабочих мест. Таковы были все новости на сегодня. И на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова